Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня я хочу поговорить о чат-ботах. Возможно для кого-то понятие новое, но в принципе все уже сталкивались с этими виртуальными существами. Просто не знали, что они называются именно так. Чат-бот это робот, программа, которая эмулирует поведение реального собеседника на сайте или в социальных сетях и пытается с вами общаться. Создание хорошего чат-бота требует навыков программирования или наличия грамотного сервиса. Мы естественно выбираем второе. И представляем вашему вниманию сервис ChatFuel. Сервис создал наш соотечественник Дмитрий Думик, который сейчас пребывает в Силиконовой долине. Что безусловно приятно. Естественно первое, а не второе. Итак, заходим на chatfuel.com. Он предлагает использовать текущий аккаунт. Окей, соглашаемся. Предлагает не волноваться, не волнуемся. Но чат-бота для личной страницы создать нельзя. Хорошо, заведем страницу организации. Так, давайте я буду музыкантом или публичной личностью. Кто я? Актер, блогер или домашнее животное? Для того, чтобы что-то показать хорошо, нужно показывать на конкретном примере. Поэтому представим, что я занимаюсь видеопродакшеном на фрилансе и использую chatbot для общения с потенциальными клиентами. Так, страницу я оформлю потом. Сейчас chatbot. Связать со страницей. Отлично. Тут пошаговая инструкция. Пропустим. Итак, у нас есть. Welcome Message. Ответ по умолчанию. Блоки и группы. Левую колонку пока оставим. Давайте сразу что-нибудь делать. Ну и естественно, правим приветствие. Выбираем неформальный тон, сообразуясь целевой аудиторией. И ниже мы добавляем кнопки. Что первостепенно, что в первую очередь может интересовать посетителя. Где меня найти? Посмотреть работы, если он их не видел. Элемент резюме. С кем я сотрудничал? Хотя нет, лучше цены. В первую очередь людей интересуют цены. Сейчас это все ведет на дефолт ансо. Потом переставим ссылки. А пока поменяем ответ по умолчанию. Список, из которого нужно выбрать ответ, тоже напишем потом. И посмотрим, что получается. А получается приветствие. При введении любого запроса мы получаем ответ по умолчанию. Идем обратно и меняем эту ситуацию. В chatfuel правят блоки. Собственно, welcome message это первый блок. Дефолт ансо это второй. Сейчас заведем третий, и вы поймете, почему это называется блоки. Так, как меня найти? Проще всего на почту или в крайнем случае позвонить. А лучше всего описать проблему, и я сам выйду на связь. Вот перед нами первый блок, состоящий из двух сообщений. Пока. Они однотипные, но мы сейчас добавим красоты. Для этого добавим еще один блок, назовем его обратная связь, и добавим сюда плагин User Input. Это плагин, который собирает информацию пользователя для ее дальнейшей обработки. Нам нужно описание заказа, так что задаем простые и ясные вопросы. Что нужно? Когда нужно? Каков бюджет примерно? И контакты. Далее нужно добавить еще один плагин для отправки данных на почту. Вообще, плагинов здесь, видите, достаточно много, на любой вкус. Заполняем. Тема сообщения, адрес почты, тело письма. Тут нужно поставить двойные фигурные скобки, и появится возможность проставлять переменные. По крайней мере, у меня так. Написали. Ну и давайте добавим сообщение, что я сильно постараюсь ответить. Все. Вот у нас готов следующий блок. Осталось связать его с предыдущим. Мы добавим кнопку, которая будет вести на блок обратная связь. А, и мы забыли еще связать welcome message с блоком, как меня найти. Вообще, вы уже примерно поняли, что chatbot это сложная система взаимодействия блоков. Нельзя упускать связи. По-хорошему, нужно выстраивать сложную иерархию, и чем она сложнее, тем более естественным представляет сообщение. А мы смотрим, что получилось. Приветствие. Выбираем, как найти. Он предлагает описать заказ. Описываем. Видите, каждая новая графа появляется, как новые сообщения. То есть мы как будто общаемся. Все, я с ними свяжусь. А на почту мне приходит письмо такого содержания. Возвращаемся в chatfuel. Тут на самом деле есть еще о чем рассказать. Есть настройки автопубликации, настройки самой программы. Но, в принципе, в этом можно разобраться самостоятельно. Главное – это принцип, и вы его поняли. Создаете блоки и прогнозируете поведение посетителя. Чем больше блоков, тем лучше. Да, еще об одном нужно сказать. Вот тут вы можете создавать правила, предписывающие реакцию на ключевые слова. Обязательно нужно выбрать русский. В принципе, программа поймет фразу не только идентичную, но и приближенную к ключевой. Вам лишь нужно угадать, что примерно может спросить человек. Например, он напишет «Я хочу оставить заказ» или «Можно описать заказ». Неважно, достаточно ключевых слов. И ведем его на блок «Обратная связь». Или он напишет «А можно обойтись без бота» или «Мне нужен реальный человек». Окей, ответим ему здесь же текстом. Но эти фразы уже лучше перепроверять, подхватит их программа или нет. Ну вот, чат-бот мы сделали быстро, поверхностно, но в принципе это уже что-то. Если посидеть подольше, продумать, какие могут быть вопросы, как отвечать на них, чтобы получилось живенько, в принципе, может быть найдется тот, кто подвиснет в чате и на часок. Потому что что человеку нужно, мы же не знаем. Может он одинок, может у него горе. А тут посидит, поговорит, развеется. Все, любите друг друга, общайтесь как можно больше, но лучше в реальности. А сеть оставьте чат-ботом. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok